Привет, друзья! Простите за небритую рожу. Как-никак в отпуске. Имею право. Так, я чего объявился? На свою голову обещал, что выдам нарезки с неудачными кадрами. А раз обещал, значит нужно выполнять. Не знаю, зачем это кому-то надо, кому-то нужно. Я же не Джеки Чан, который выкладывал подобные кадры в конце своих фильмов. Я и не выполняю сложные трюки, как он. Ну, раз хотите, то выдадим. Честно говоря, у нас была огромная база с неудачными и прикольными кадрами, которую мы собирали годами. И которую мы, к сожалению, потеряли из-за полетевшего главного компуктера. Что-то сумели спасти, а что-то нет. Поэтому, чтобы не потерять то, что осталось, мы сегодня выдадим то, что осталось. Кстати, там есть кадры, где я такой худой. Ой, мамочки мои, хоть завтра женись. Короче, ничего не знаю. Печеньки, конфетки, чипсы и всякую хрень, которую я жру во время работы, исключаю полностью. Хватит с меня пухлого диктатора. Буду худым пухлым диктатором. Вот. Как вы на это смотрите? Пишите в комментариях. Ну, а сейчас запускаем нарезку. Приятного просмотра, дорогие мои. Истеричная пиндоская сука, блядь. Стоп. Вообще, убивать это национальная забава США. Если за рубежом не получается, то они охотно это делают. И можно подробнее про расплату за действия Москвы и Тегерана на Ближнем Востоке. Что за галимую фургу ты несешь? Забыли про свою демократию в Ираке и Ливии? Да и то, что сейчас творится в Сирии, между прочим, ваших рук дело. Так что засунь свои... Товарищи, срочно скупаем мед на бирже, пока цены не взлетели на баррель меда. Диктатор-пчелометка! Пчелометка. Эх, Вада. Им говорят, вы черт бы вас побрал, разрешили американским спортсменам принимать наркотики легально. А они в ответ, все это фигня. Главное то, что российские хакеры подрывают наше доверие к России. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Стоп. Хе-хе-хе. Рекордер пошел. Пссс. А, слушайте, хотел, хотел, хотел. Стоп. Хе-хе-хе. Несправедливо забыт валежник, ведь разрешили. Из его можно слепить новогоднюю елку, а из кизяка сделать игрюшки. Игрюшки. Б**. Как страшен 2019 год. Давайте отменим. Проведем референдум. Пока еще не поздно, а. В таком случае надо срочно выделить еще 700 миллиардов рублей на отражение. На отражение... Прилетело! Неужели на себя ощутило всю гениальность этого закона? У помолномоченную, у помолномоченную, мастер спорта по переобуванию, 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 увеличил бюджет на 716 миллиардов долларов и сам объявил это, и сам, да что такое происходит, ю? Значит, хорошая ракета, надо брать, точнее штамповать, и пошли они все нахрен, вообще охренели, 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 охренели. Закон об оскорблении чувств чиновников, что наши космические комбайны будут бороздить просторы Мухосранска и будут выполнять план по сбору жпшинь, бшпп, пищеницей. Давайте еще раз. Какой нахрен митинг? С кем? С конем? Да, в любой непонятной ситуации впаривай в побестку, побестку, побестку. А вот фрау конфетками не купишь, блядь, че это я как эстонец. Да, запуск мешканин, мешканин тальтально и кантель чуть-чуть больше прожиточного минимума. В его глазах так и видна, так, так и видна. Из уст массовика-затейника звучит фраза «На сегодняшний день существует реальная проблема». Ой, ё-моё, нахрен создает дорог. Ну, блядь, как-то ненормально сделал. Кажется, скоро я естественным путем откажусь от мучного и сладкого. Правительство делает все, чтобы пухлый диктатор ослаб в весе. В переносном. И прямом. Ну, знаете, рабочей группе нужно чем-то заниматься, а то налогоплательщиков будут... В Европе все так делают. Так бы вы и от метро, не прогресс... Не прогресс, точнее. Компания, добывающая российские природные ресурсы, была зарегистрирована не в России, а в, мать её, в офшоре? Это вообще как понимать? Перерегистрировать. Перерегистрировать и национализировать. И точка. Ещё раз. Любят они сталинские методы испытывать... Я такое чувство испытываю. Давай. Ещё раз. Коллектор. Впервые в жизни говно будет выбивать долги за канализацию. Несколько лет назад чиновники с умными лицами... Нет, не несколько лет назад. Несколько лет чиновники с умными лицами рассказывали, что коллекторы это бандиты, это зло. И бац! Отдают долги ЖКХ коллекторам. Одни бандюганы повышают тарифы, другие бандюганы приходят за долгами. Ещё раз. Ну да, почему нет? Типа вырвано из контекта. 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 Мда, маразм крепчает. Уверен, самое большое влияние на них Маша оказывает, когда бегает со шприцом и кричит. Давай, давай лечиться! Б**. Как в мире Машу любят, а она казалась Путиным. Коля, вызывай милицию! Ми... Дай машину. Какой хищный взгляд. Он есть в красной книге? Вообще... Вообще, да? За 2017 год доход Лаховой составил 5 миллионов шестьсот шестьсот... Пф, пятьдесят рублей. Чую я, что шумеры неправильно поняли совет хозяев и перекрыли отопление Кривому Рогу и горячую воду Киеву. Ну или они так тестируют революционную ситуацию. Да. Ну что же еще могут предложить декомо... Демокра... Демократические... Слушайте, и не надоело свои ноты направлять? Такое ощущение, что чуг... Чугункин. Эй, демократы! Манхэттенский не подойдет. Лучше в Печерский районный суд. Там у вас больше шансов... 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 Шан... Сменили тактику. Теперь не зеленые, теперь желтые человечки. Франция наш. Захаровой не хватает с тульц... Тульцкими пряниками. Вот такая вот нарезка. Кому может понравилось, кому нет. Не знаю, вам судить. Ну, имеем то, что имеем, так сказать. Были, конечно, и круче кадры, но, извините, не сохранили. К сожалению. Друзья, перед тем, как завершить этот выпуск, так называемый, хочу поблагодарить свою команду. Ребятки, огромное вам спасибо. Без вас я никто. Друзья мои, вы знаете, они у меня такие стеснительные. Не хотят, чтобы я их фотографии выкладывал даже. Говорят, нет, пожалуйста, да, не надо. Но я все равно хочу некоторых хотя бы перечислить имена, которые мне разрешили. Стас Булгаков. Дорогой мой Стас, спасибо тебе большое. Кирилыч Кирилл Малахов. Огромнейшее тебе спасибо. Мурка. Не буду твою фамилию произносить. Большущее спасибо. Эрнеста, мой брат Кайгермазов, и тебе большое спасибо. Сашка Коврижных, спасибо. Вот огромное вам спасибо, ребята. Еще раз повторюсь, без вас я никто. Все, что мы с вами делали эти три года, сейчас уже будет четвертый год, 25 февраля, все, что вот мы сделали, это только благодаря вам. Низкий вам поклон. Я вас очень люблю, очень ценю и уважаю. Еще раз повторюсь, простите за тавтологию, но без вас я, Даниэлька Ермазов, никто. Мауншоу это вы. А также, Мауншоу это мои подписчики. Дорогие мои, все мои дорогие и команда, и подписчики. С наступающим вас Новым Годом. А 31 декабря, в канун Нового Года, как я и обещал, мы сделаем нарезку моего новогоднего обращения из 185 выпуска. Хорошо, залью. Вот, собственно, и все. Все, я побежал. Берегите себя, дорогие мои. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова